Братский народ и Каинов грех Святобесие – это еще и желание больше, чем другие, угодить Богу. Вера в то, что моя вера истиннее других, что я лучше Ему служу и за это заслуживаю награду от Него. Это не просто гордыня, а гордыня веры, ее надмивание над чужой верой. В Библии самое страшное зло после грехопадения Адама и Евы. Как взаимосвязаны грех первородный Адамов и первоубийственный Каинов, срывание запретного плода познания добра и зла приводит затем к насилию во имя добра, а следовательно – ко злу. Вера, которая гордится своим превосходством над другими верами и ревнует к ним Бога – вот Каинов грех. Одним из главных мотивов войны России против Украины объявляется «братство» двух народов. «Украина для нас – братская страна, и в сложной ситуации мы всегда готовы поддержать братский народ. И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации», заявил российский президент всего за два месяца до захвата Крыма. И даже в 2022 году, уже убивая десятки тысяч мирных украинских граждан, лишая их тепла и света, разрушая дома, школы, больницы, российская власть упорно продолжает называть их «братским народом». Какого рода это братство? Обычно под Каиновым грехом понимается «брата-убийство». Случайно ли, что первый убийца поднял руку именно на брата? Это напоминание о том, что убивая кого бы то ни было, мы убиваем своего брата, поскольку все мы дети единого отца. Но история Каина напоминает нам и о том, что первое убийство было совершено из религиозных побуждений. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Бытие 4, 3, 5, 8. Именно религиозное рвение и ревность оборачиваются самым страшным грехом. Это преступление не из жадности, не в борьбе за имущество, власть или женщину, то есть по самым простым и низким в кавычках мотивам. Каина мучит неутоленная духовная жажда. Он ищет благословения свыше. Он возревновал брата к Отцу Небесному. «Именно искушение святостью, святобесие – источник Каинова греха». Каин – прародитель многих персонажей в Библии и за ее пределом. Сходная коллизия воспроизводится в пушкинском Моцарте и Сальдере. Почему сальярианские жертвы труду и призванию не востребованы Богом? Алтарь не курится. Огонь не нисходит на него. Остается возопить. Нет правды на земле, но правды нет и выше. Это Каинов вопль. Сальери отравил Моцарта, брата в кавычках своего по музыке, повинуясь той же логике. На его дар не опрезрел Господь. О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду, любви горящий, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. Конец цитаты. Адам и Ева соблазнили с надеждой на всецелое знание. Вы будете, как боги, знающие добро и зло. Каинов грех происходит от Адамова, как и сам Каин от Адама. Если мы, как боги, значит, приобретаем право и на чужую жизнь. Каин был первым, кто насилием решил «поправить» в кавычках Бога. Отсюда и теократия, боговластие, взять на себя роль Бога, управлять от Его имени, определять участь других. Каинизм – это начало теократии, которая берет совершить судьбы человечества, полагая, что Господь сам не справляется. Каин, как Иов, возмущен несправедливостью Бога, как Солидери, ревнует о дарах божьих и, наконец, как великий инквизитор, берет дело Бога в свои руки. Ты не принес нам счастья, ты не пожелал проявить всемогущество, мы сделаем это за тебя. Это говорится Христу, но еще раньше Каин в сердце своем говорит это Богу. Дьявол – святее Бога, инквизитор – святее Христа, ревнование своей святости, самосвятие, самоверие, превознесение своей веры. Церковь учит верующих смирению. Но не должна ли эта добродетель распространяться на саму церковь? Не должны ли церкви смиренно признавать свое несовершенство не только перед Богом, но и перед другими церквями? Не разбежится ли от них паства, если, например, одна церковь признает свое недостоинство перед другой, которая не услужала покорно мирским властям? Зачем тогда оставаться в церкви, которая сама признает свое несовершенство? Но в этом и была бы ее сила. Кавычки. «Сила моя совершается в немощи». Кавычки. В такой церкви, не только призывающей к смирению, но смиряющейся перед Богом и признающей свои грехи, пришли бы те, кто составляет соль земли. Такая церковь, которая каялась бы соборно, именно как церковь, а не только в отдельных своих прихожанах, вероятно, более отвечала бы духу христианства. Как заметил философ Григорий Померанц, духовная жизнь требует радостного признания превосходства в другом и никакого желания бороться за первенство. Конец цитаты. И тогда силой взаимного смирения могло бы начаться воссоединение церквей, разделенных религиозной гордыней и самопревознесением. Кающаяся церковь, раскаянная церковь, то есть изгоняющая каина из своего сердца, открыла бы для веры новые пути.